Доброго здравия! Снова с вами Северная сказка. Сегодня мы познакомимся со славянским богом осени, богом Авсенем. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, мы рассказываем много интересного о славянских праздниках, богах и обычаях. Авсень – бог осени, бог осеннего солнца по древним сказанием и верованием славян. Сущее величальное имя – Световид или Световид – есть отражение внутренней сути божества. Мало кто из людей ныне помнит его под таким именем. И хорошо, что еще память жива, да есть северные люди и места, что хранят предания о боге осени, как воплощение мудрости светоносной. Бог Авсень каждый год вступает в свои права на осенний злом, осеннее равноденствие. По поверьям одних славян, этот бог начинает шествие нового кола года. У других славян Авсень подготавливает путь-дорогу для прихода молодого солнца, юного калиды, бога зимнего солнца. Потому что именно по осени идет счет собранному урожаю, человек присматривается к трудам своим за весь год, да готовится отдохнуть отдел празднованиями и зимними гуляниями. Авсень в пантеоне славянских богов. Бог осени – брат-близнец бога зимы. Поэтому всеведающие говорят, что Авсень – брат-близнец калиды, да сын батюшки Дождьбога и матушки Майи Златогорки. Почитали их наши предки на равных, как бога осеннего солнца, так и бога зимнего солнца, но каждого по-своему. Братья хоть и похожи, да деяния в мире у них разные. Оберег – символ бога Авсеня. Встретились вместе к центру четыре стрелки, и наконечника у них по два на каждый. Так выглядит знак бога осени, который несет людям символ выбора пути ладного до доброго. С четырех сторон света Авсень дает людям подсказку, какой путь выбирать. Четыре стрелы встречают друг друга в одной точке, а в той точке ответ есть. Вот загадка человека, что сбился с дороги по жизни и отгадается. Оберег Авсеня подходит всем. Он придет в дом или в личную жизнь человека, как спасительный знак, избавляющий от внутренней тревоги, беспокойной жизни, неуверенности в себе, неудачи, беды, лихо. Всегда оберег Авсеня создаст благоприятную обстановку в доме, да лад поможет устроить в семье и любви. Заходите в лавку «Северная сказка» за оберегами бога Авсеня. Ссылка в описании к видео. Поговорки, приметы, что образ бога Авсеня нам дают. Авсень, Авсень, подай брусень. На что брусень? Косу точить. На что косу? Траву косить. На что траву? Коров кормить. На что коров? Молоко доить. На что молоко? Ребят кормить. На что ребят? Им пашню пахать, перележни ломать. Авсень, бог-покровитель. Каждый человек, кто пришел в этот мир в период времени от 22-го, 23-го сентября до 21-го, 22-го декабря, встал под покровительство бога Авсеня, бога Осени. Надобно тут сказать, что коли ваш день на рождение выпал на пограничное число, то требуется поискать в какие точные даты. В году вашего прихода в мир были дни осеннего равноденствия. Кому покровительствует Авсень, тот всегда может ему свои чаяния приносить, чтоб сберег уже имеющиеся, путь верный указал, от завистливого недоброго глаза укрыл, да подарил удачу и счастье в имении, что уже есть у человека. Бог Авсень в северной традиции гадания и магии. Реза осеннего бога Авсеня состоит в северной системе гадания и магии славянские резы рода. Реза имеет такое же изображение и начертание, что и символ Таусень. Номер резы, 33, есть сущее число бога. Гадания. Вопрошание бога. Реза обозначит приход сил, но постепенный. Вопрошающему намекают на то, что он порядком застрял на одном месте и зациклился на чем-то. И что ему пора выходить на новый путь, искать другое направление, пробовать что-то непознанное. Путь следует выбирать срединный, а быудовыгодный, советует Реза спрашивающему. Магия. Когда приглашают бога. Во все времена и пору, когда требуется удачу, да счастье позвать в жизнь и семью, сразу зовут и Авсеня, чтобы подсобил. Кому нужен успех в ворожбе, да делах житейских, кто жаждет укрепить отношения с детьми и родимичами. Вот тогда-то и Авсень сможет помочь. Коли желаете обучиться гаданию резами рода, да не знаете, с чего начать, тогда заходите на сайт Магии Севера. Там рассказываем, как изучать резы рода. Ссылка в описании к видео. Праздники, где чествуют Авсеня. Встречают бога Авсеня в день осеннего равноденствия, 22-23 сентября. Приход Авсеня могли наши предки праздновать хоть всю неделю, да почти что в любую осеннюю пору. Но идет молва о том, что не повсеместно такой подход к празднику осени славяне имели. Кто готов прямо в начале поры праздновать, тот живет в южной части земли, да урожай уже собрал и встречает приход осени. Кто в северных краях обретается, тот хлебосольную встречу бога может даже и раньше зачинать. Ух, и много же гостей приглашали на осенние праздники. Взрослые занимались подсчетом собранного, что уродила на матушке сырой земле. Готовили вкусности, кушанья разные. А дети бегали по домам, да в гости звали. Особливо сначала к родственникам забегали, а уж затем к товарищам, друзьям, да почтенным людям. Зятьев приглашали, молодоженов. Ладовали так, коли гости могли добром отплатить, да тоже в гости пригласить, то у всех в домах потом ладно, да светло наступало. Так и повелось с той поры. Один день гостей у себя принимали, а потом ответно у других гостевали. Много дней осени, много поводов, да обрядов для того, чтобы повеличать овся некрасивого да мудрого. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. На благо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok